всем привет меня зовут Гущин Кирилл я разработчик спиннингов Nord Stream и сегодня хотел бы рассказать о новой серии новой серии из подкласса SCS это стандарт 4 ну как бы SCS у нас достаточно известная серия Special Concept то есть это модели которые конкретно рассчитаны на определенные условия ловли то есть джек твич там лайт и прочее прочее вот пришла пора обновить то есть у нас в этом году появились новые флагман 4 стандарт 4 и rebel 2 кстати и сегодня поговорим конкретно о четвертом стандарте то есть что такое стандарт стандарт это спиннинги которые рассчитаны для ловли на джек факультативно можно ловить колеблющими блеснами и вращающимися потому что строя вот как раз прям позволяет позволяет в чем отличие в принципе как бы по стандарту третьему информации сети много и ролики видео с объяснениями и прочее прочее поэтому я остановлюсь именно на основных отличиях старой серии стандарт 3 от новой стандарт 4 во первых спиннинги стали более сбалансированы спиннинги стали лежать намного удобнее в руке мы поменяли держак то есть теперь у нас гайка сзади потому что народ наконец стал пользоваться фрогриппом при вываживании и как бы если впереди гайка это не очень удобно пункт 1 пункт 2 самое главное самое главное о том что спиннинги стали чувствительнее сильно за счет чего за счет того что мы применили в комлях другие материалы был это совершенно другой раскрой то есть бланк другой и чувствительность за счет вот этих вот нюансов резко поскочила то есть у меня в руках например мои любимые модели стандартов это с тестом 1028 могу сказать так сравнение со всеми моделями наверное даже самая чувствительная но тут уже зависимости от того как на что не ловить вот условия ловли скажем так 10 12 грамм голова и резина там разного размера скажем так 45 ощущается работа джек-головки вполне легко спокойно даже на листинге скажем так по мощности стандарта остались теми же то есть вот этого тунцовочка развернуть 67 килограмм щуку вообще не проблема ты полностью контролируешь рыбу по кольцам оставили сигает ls то есть кольца максимально легкий это опять же хорошо влияет на чувствительность что еще важный момент это как спиннинг лежит в руке то есть вот если мы приходим в магазин взяли стандарт там трясли как всегда привычно все ну спиннинг но как бы можно найти даже вот если вот на той стороне с абсолютом с нашим разница вроде 4000 рублей она есть но не смертельно большая да абсолютно прям в руке конфеткой прочее прочее вот стандарт ну не тянет он на конфетку магазин а дальше начинается ловли на воде вот на воде спиннинг превращается в абсолютно другую игрушку значит нюанс 1 строй строй средний быстрый с возможностью скажем так силового заброса позже то есть 28 плюс 3 дюйма если не сильно большую приманку можно забрасывать в полную дурь это раз заброс за счет вот именно этого среднем быстрого строя очень легкий и очень бельный то есть махнули полетела вдалеку вот последний рыбалки в коряжнике приходилось я прям очень сильно ограничить чтобы не перебрасывать потому что в коряжниках 25 метров максимум завоз это далековато считается дальше баланс но вот сейчас так ставим более-менее нормальную по размеру катушку и получаем как бы нормальный баланс который нас с одной стороны напрягает с другой стороны есть легкое ощущение кивания спиннинга вперед это у всей серии не только вот у этой модели это мы говорим про всю серию чем это плохо плохо если вы судорожно вцепились пытаетесь там вот это вот держа прям крепко 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 спиннинг в руках рука встанет значит что обычно делаем я там друзья мои на рыбалка для улучшения чувствительности спиннинг в руках не сильно зафиксирован то есть в любую секунду мы можем перехватить но так вот держим его чуть так чтобы он чуть-чуть кивал вперед как раз вот вот соотношение баланса в этой серии играет очень большой плюс поэтому малейшая разница в проводке малейшее касание чего-либо там травенькие коряжки на ощущается намного лучше как бы многие не верили пока я просто не показал как бы реально вот на воде попробовали сравнили и поняли что в общем-то да работает дальше комли не толстые во всей серии то есть делать морковку и в именно в стандарте я не стал потому что все-таки это не x-образный при проект если сделать большой диаметр рыба будет сходить то есть проблема в чем проблема в том что большой диаметр это равно не сильно отрабатывающая кроме клеевая часть садится чем приличная как всегда по закону подласти за пленочку ну и шансы довести до лодки или там до берега дал кстати хуже намного сложнее у вас мало вот чтобы это исключить как бы диаметр комля относительно небольшой то есть спинник в окончательной при максимальной нагрузке в окончательной фазе вываживания он работает практически весь при этом как я уже говорил вот унцовка мощности на шесть 7 килограмм щуки хватает тут спокойно и развернуть не пустить не дать и прочее прочее а значит а теперь коротко по модель на чтобы было понятно две длины 8244 и соответственно 8 и 6259 а предыдущий стандарты 3 были 274 решил не делать такую длину сделать и покороче почему очень простой ответ разницы дальности заброса нет зачем добавлять лишний вес зачем добавлять лишний дисбаланс когда как бы без этого можно спокойно обратить значит восьмерки самая легкая модель это у нас 721 самая мощная модель это на нынешнем этапе 1660 в планах еще и до 90 грамм 86 то есть 259 самая легкая модель это 1028 самая мощная 2490 то есть вот в принципе эти все это серия закрывает практически всю реальную джиговую ловлю мы сейчас о легком джиге не говорим у нас для этого будет другие спиннинги а вот именно конкретный джиг когда там грамм семи-десяти начиная если уж так вот приспичило и заканчивая максимально тяжелыми весами закрывается все более того вот 90 граммовая модель big bait где-то до 90 100 грамм потому что давайте не забывать что спиннинги джиговые а тестированы только по весу головы то есть мы взяли условно говоря 90 грамм голову добавили 3 дюйма 3 дюйма и весит грамм 10 то есть вот 100 грамм в принципе не самые большие big bait и там 19 сантиметров 18 метров и ими можно вполне ловить на самый мощный жесткий стандарт а при этом есть опять же большой плюс потому что этот нюанс всей серии именно в строй в работе на забросе и на вываживание он как бы во всей серии прослеживается и поэтому проблема забросить тяжелый вес проблема сделать правильную проводку она в принципе не стоит взяли забросили поймали что еще в принципе и one key это усиление настоящий one key там это не как на бюджетных палках там делают рисуночек кольца достаточно серьезно примутаны то есть проблем с этим не было ни в третьих них четвертых ну и вершина вот давайте я вам сейчас покажу в чем нюанс серии видите это средний быстрый строй то есть я даю какую-то нагрузку спинник вот отсюда гнется активно потом все хуже хуже и хуже потому что он начнет работать при увеличении нагрузки заброс вываживание больше кстати на забросе вот чем мне очень нравится эта серия повторю очень важный момент ты спокойно берешь просто делаешь взмах приманка полетела то есть не надо выпрыгнуть из штанов чтобы кинуть подальше именно там что-то как-то извращаться просто махнись полетит а значит по просекаемости для меня больной вопроса в том плане что я очень серьезно сюда подхожу к этому вопросу самое обидное когда у тебя там на выбросе день когда ловишь судака с берега или с лодки с катера кинул подальше и на выбросе поклевка ты просто не просек вот стандарт этого не будет то есть вершинки жесткой спине включается в работу по подсечке сразу же ну как-нибудь может быть сделаю даже видео где объясню как это проверить даже можно в магазине и соответственно проблем с тем чтобы подсечь их него именно просечь рыбу именно большой дистанции когда как бы у нас есть вес лески там течение еще что-то ветер но вываживание я уже сказал то есть здесь комли рабочие скажу честно было свое время была мысль сделать очень чувствительный очень классный парк для этого надо было делать очень 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 жесткий коми ну я на это не пошел потому что при тестировании при сливе нескольких хороших щук уже рядом под ногами когда как раз вот комель то должны включаться он просто не включался ну и нормальная рыба просто уходила поэтому здесь сделан как бы такой серьезный компромисс с одной стороны очень хорошая чуйка с другой стороны палка работает на вываживание а это просто не кулка с гибким кончиком самым который вроде покажет вроде почувствуешь на попробуйте еще рыба довести до берега ледоводки ну то есть до рыболова наверное на этом все лирики много ттх я специально не называю в принципе на сайте везде все есть вопросы естественно будет по ценам цены такие значит от 6 130 до 6 830 то есть все это 6 в районе 6 с копейками рублей то есть это не скажу что это самый бюджетный модель у норстрима но и как бы даже к среднему классу по цене отнести нельзя нормальная добротная рабочая лошадь именно для джиговых рыбалок я с вами прощаюсь увидимся на воде смотрите канал если есть какие-то вопросы по конкретным моделям там я не знаю еще что то потому что все палки естественно обловленные не раз обращайтесь по возможности отвечу все всего доброго до свидания